В данном видео я расскажу вам о флюкмене, которого показали в сериале секретные материалы. Этот генетический мутант попал в канализационную систему Нью-Джерси, при этом его жертвами стали несколько людей. Существо отдаленно напоминает человека, а его физиологические и репродуктивные признаки были смешаны вследствие нескольких причин. Это могла быть радиация, нарушение естественных генетических процессов или неправильное деление клеток, а может быть и все вместе взятое. В любом случае, все это произошло не по велению природы, а из-за деятельности человека. Флюкмен появился на свет на российском грузовом судне, который использовался для утилизации радиоактивных материалов, оставшихся после аварии на Чернобыльской АЭС. То есть первичной средой обитания этого создания стали здешние радиоактивные источные воды. Говорят, если дышать ртом, не чувствуешь вонь. Вранье. По мере своего быстрого развития, Флюк стал перемещаться по кораблю, умудрившись при этом заблокировать работу котельной установки и отстойника. На чистку был отправлен молодой инженер Дмитрий, который стал первой жертвой монстра. А че всегда я-то? А потому что ты молодой. Такая грязная, вонючая работа. Для таких, как ты. По наличию органов, утративших свое основное значение в процессе эволюционного развития, понятно, что Флюкмен является паразитом. Но что очень странно, по физиологии он самый настоящий примат. Процесс размножения у монстра очень интересный. Он кусает пойманную жертву и через рану помещает в ее тело личинку, некое подобие плоского червя. Нормально, только очки... То есть для размножения существу нужен носитель, и тело человека является наиболее подходящим для этих целей, обеспечивая личинку всеми необходимыми питательными веществами. Так как это паразит, то нет ничего удивительного, что он находит в теле жертвы подходящую кормушку, в роли которой выступает желчный проток. Как следствие, это ведет к быстрому разрушению печени, одному из самых важных органов человеческого тела, отвечающего за многие его базовые функции. За 24 часа у носителя появляются следующие симптомы. Тошнота, боли, слабость, неприятный привкус во рту. Кожа приобретает желтоватый оттенок, а из носа и рта идет кровь. Как только паразит заканчивает трапезу, он выходит через рот носителя. К этому моменту разрушение печени приобретают необратимый характер, и человек погибает. А личинка же непрерывно развивается. Кусая добычу, флюкмен закрепляется на ее теле при помощи сколекса. Это головная часть паразитических плоских червей с присосками и крючками, при помощи которых существа прикрепляются к своей жертве. В данном случае сколекс многократно увеличен, и помимо передачи личинки в тело человека, также позволяет поглощать из него питательные вещества. У флюкмена отсутствуют половые органы, а сам он является бесполым. Жить он может в любой среде, но предпочтительно является водное. Пищеварительная система крайне примитивна, а органы чувства нервной системы развиты слабо. Зато прекрасно работает регенерация, позволяющая существу выживать, даже если его тело было рассечено пополам. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мои каналы. Спасибо и помните, что откладывая личинку, вы сами можете стать жертвой другой личинки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok